здравствуйте друзья 29 ноября солнышко хорошо у нас вопрос задает зритель зритель сам из казахстана русский и он пытается как бы осмыслить вот что есть политического убежища за что дают за что не дают и вопрос который он задает такой что почти там два даже вопроса первый вопрос он говорит что сейчас меняется письменность тогда в казахстане с кириллицы переходят на латиницу и вот если в этом какое-то ущемление такое чтобы вот можно было обратиться за политическим убежищем на на основании этого и получить его ты первый вопрос ну давайте мы может быть с первым вопросом сначала значит первый вопрос такой допустим в стране что-то такое происходит неважно в какой там в казахстане в нигерии там где-то что-то происходит и это что-то не симпатично допустим не только для этого человека но и как бы с точки зрения других людей стран там международного законодательства там какой-то и так далее тем не менее человек должен показать что лично ему лично ему грозят какие-то неприятности либо они у уже есть либо есть обоснованное опасение обоснованное опасение безусловно когда мы говорим об обоснованном опасении это не обязательно чтобы к тебе уже пришли там с утюгом там с ножиком или с кирпичом нет но поскольку вот вокруг что-то такое делается то есть ситуация в стране в обществе способность правительства и желание правительства защитить своих граждан от каких-то таких действий противоправных это все имеет значение это играет очень важную роль но тем не менее все-таки такая вот такая ситуация как допустим там изменение шрифта там алфавита даст такого на такой не тянет на это то есть во-первых во-первых это абсолютно находится в компетенции действующего правительства в абсолютно любой стране правительство может менять там алфавит или что они там делают это абсолютно они компетентно это делать то есть вы можете как гражданин чувствовать себя некомфортно с этим делом но а вы хотите теперь приехать в америку думаете в америке кириллицы будет нет кириллицы не будет поэтому это как-то уж во-первых это не тянет ни на какое притеснение во-вторых даже если это было что-то более серьезное все-таки значит должен быть какой-то такой элемент того что лично к вам это как-то относится по серьезному относится да нет бывают конечно такие бедствия когда люди там уходят тысячами сотнями тысяч куда-то бегут спасают свою жизнь там и так далее конечно такое тоже бывает и там не надо ничего объяснять но но такого же нету этим и кроме того из изменения алфавита на это не тянет то первое второе что присутствует там второй вопрос который был задан состоит в том что если я приеду в соединенные штаты там по туристической визе обращусь за политическим убежищем ну будем считать что у него есть какой-то более серьезный кейс чем изменение алфавита на латиницу не скажут ли мне говорит он а он повторяю он русский живет в казахстане и не скажут ли мне а чего б тебе милый не поехать в российскую федерацию к нам-то ты чего вот не отфутболит ли его на этой почве тут я бы разделил ситуацию на две ситуация первая он гражданин казахстана и не является гражданином российской федерации то есть он не может просто сесть поехать и жить ему надо обратиться за гражданством я не знаю там ему дадут не дадут как быстро дадут и так далее но он не является гражданином российской федерации это одна ситуация и другая ситуация когда он им является если он гражданином российской федерации не является а это как бы я так понимаю что это подразумевается из этого письма я так понимаю если не является то нет такого вопроса а почему российская Федерация, а почему не Монголия, а почему не Бангладеш, а почему не... То есть, как бы... Ну, конечно, в том смысле, что он этнический русский и так далее, но такой вопрос не задается. Такой вопрос не задается. Больше того, он может, например, допустим, не дай бог, вот он живет в какой-то стране, и в этой стране начались какие-то погромы, там, бог знает что, и люди просто через границу махнули там, с чем было, и оказались в Российской Федерации. И они еще этнические русские, но у них нет гражданства российского, и они вот в каком-то лагере для беженцев там поселились, они могут в принципе обратиться за политическим убежищем. То есть, при том, что они этнические русские и спасаются от проблем в, допустим, в Российской Федерации, ну, они могут обратиться в любую другую страну, которая предоставляет политическое убежище и так далее. Очень часто, я просто рассказываю, это не потому, что я иммиграционный адвокат, вы знаете, что это не так. Я рассказываю, потому что мы часто приглашаем иммиграционного адвоката, Светлану Ках, и она отвечает на много вопросов. И я уж, поскольку веду эти все разговоры с ней как ведущий, да, то я уже и наслушался, и как бы много раз через мое сознание все это прошло. Я рассказываю в том, в том смысле, как я понял из всех этих разговоров. Бывает ситуация, когда человек живет, например, в Польше, и у него есть вид на жительство. Знаете, вот он сам с Украины, живет последние годы в Польше, у него есть вид на жительство, он приезжает в Соединенные Штаты и обращается за политическим убежищем. И ему, понимаете, ему, у которого, в отличие от вас, не имеющего ничего в Российской Федерации, у него есть вид на жительство, и ему говорят, а чего ж ты в Польше не останешься? И это тоже не запретительно. Он просто должен объяснить, почему в Польше, вот, у него там не получается, или что-то, почему он не хочет или не может. То есть, должна быть причина. Вопрос задать могут. Но это не основание для того, чтобы человека выкинуть из процесса или отказать. Так скажем, в широком смысле. У нас тенечек, друзья, мы меняем расположение камеры. Вот, ну что сказать. Вообще, политическое убежище по определенным правилам происходит, так? Дают его. И неплохо правило знать. Если вы не юрист, то неплохо было бы воспользоваться услугами юриста. Я знаю людей, которые сами шли, получали, подавали на политику, получали. Но вот те, которых я знаю, в основном сами были с юридическим образованием. И они как бы систему понимали тонко. Вот. А чего нельзя сказать про большинство, так сказать, из нас, да? Но, если вы хотите подразобраться в вопросе, без того, чтобы кому-то там деньги платить и так далее, начните, например, с плейлиста, который есть у нас на канале. У нас есть плейлист, политическое убежище. Там два адвоката. Там Андрей Романенко, там Светлана Каф. Там несколько людей рассказывают свои истории, как они самостоятельно получали политическое убежище. Но они очень грамотные, подкованные ребята. Они это все рассказывают. Почему я советую начать вот с этого? Потому что постоянно мы видим людей, которые пытаются подогнать, понимаете, подогнать те правила, которые существуют, под свою какую-то ситуацию, которую они придумали или не придумали, или из пальца высосали, я не знаю, там, типа вот изменения шрифтов. Не надо пытаться подогнать то, что там, под себя. Надо пытаться вписаться в то, что там. Вписаться. Для того, чтобы вписаться во что-то, надо знать, во что ты хочешь вписаться. Надо знать правила игры. Если ты правила игры не знаешь, то ты просто будешь ходить, задавать вопросы смешные, несерьезные. И как бы вот, и там и останешься в разделе несерьезных вопросов. Для того, чтобы задавать серьезные вопросы и делать практический шаг в направлении там чего-то, да? Ну, как минимум в направлении лучшего понимания того, что ты хочешь сделать или не хочешь. Тоже надо понимать. Когда ты говоришь, я хочу или я не хочу, надо тоже понимать. Относительно политического убежища есть масса каких-то мантр, которые люди повторяют. Типа, вот знаете, я не могу там подать на политическое убежище, потому что у меня остаются родственники. И они от этого пострадают. Если вы не будете никому рассказывать, если ваши родственники не будут никому рассказывать, как же они пострадают? Ну, был человек там, да, куда-то уехал. А где Вася? Вася уехал, он сейчас в Таиланде работает. В чем проблема Вася и Таиланда? Если вы не будете рассказывать, так никто и не узнает. Это же не то, что там госдеп или там кто там, иммиграционные службы непосредственно рапортует в спецслужбы вашей страны. Вот такой-то приехал, вы ему там, да, а он вот обратился. Нет такого. И так далее. Там много всякого есть. Поэтому, как бы я очевидные вещи говорю, если хочешь быть успешным в чем-то, надо понимать, что ты делаешь. И чем лучше ты понимаешь, тем более ты будешь успешным. Так что, ну вот так. Или уже тогда ты идешь к специалистам и говоришь, это не мое, я в этом деле разбираться не могу и не буду и так далее. Скажите, что делать, я вот, пожалуйста, я весь ваш, да, я буду делать. Так тоже можно. Но мы, как канал, мы, конечно, мы пытаемся разобраться, поэтому мы людей приглашаем, они рассказывают. И все, что они рассказывают, у нас есть в плейлисте, который есть смысл посмотреть. Если вы интересуетесь политическим убежищем, и у вас есть вопросы, и вы этот плейлист не посмотрели, то не говорите никому, что вы интересуетесь политическим убежищем. Точно так же, как если вы интересуетесь политическим убежищем, но вы не подписаны на наш канал, вы не интересуетесь политическим убежищем. Правда, это, ну, что-то придумали себе такое там, вот, а так нет. Вот, хорошо, друзья, значит, мы с вами на этом прощаемся. Счастливо!